Уважаемые слушатели, продолжаем с вами изучение дисциплины бизнес-планирования инновационных проектов и продолжаем тему оперативно-календарное бизнес-планирование инновационных проектов. Данную тему мы продолжаем с вами и рассмотрим следующие вопросы. Это показатели эффективности системы оперативного планирования, организация оперативного регулирования производства и вопросы контролинга в оперативно-производственном бизнес-планировании инновационных проектов. Итак, система оперативного планирования оказывает непосредственное влияние на такие первичные показатели работы подразделений, как уровень запасов незавершенного производства, величина простоев, величина сверхурочных работ, трудоемкость обработки. Невыполнение плана по объему к номенклатуре приводит к срыву поставок. За этим следует не только снижение текущих показателей выручки, прибыли, рентабельности, но и ухудшение конкурентного статуса предприятия, в результате чего уменьшается выручка и прибыль в будущих периодах. Уровень оперативного планирования влияет как на технико-экономические, так и на финансовые результаты деятельности предприятия. На слайде вам представлено, каким образом влияет оперативное планирование на технико-экономические и финансовые результаты деятельности предприятия. К примеру, выпуск продукции в плановой номенклатуре. В случае, если мы обнаружили невыполнение обязательств по договорам поставки, то соответственно у нас будут какие потери, это штрафы, пение, неустойки и так далее. И соответственно в результате будет невыполнение планов по реализации и так далее. Другие проблемы, они у вас имеются на слайде. Дальше, например, такой фактор, как ритмичность производства. Если по данному фактору обнаружены следующие проблемы, это неритмичная работа, вызывающая простое, сверхурочные работы, увеличение брака и так далее, то в результате это приведет к перерасходу по фонду оплаты труда, перерасходу себестоимости и так далее. То есть негативные последствия на финансовых результатах предприятия мы уже сможем наблюдать. Дальше, например, такой фактор, как своевременная комплектация сборочных цехов. Если произойдет некомплектная поставка деталей и узлов на сборку, то это, соответственно, вызовет что? Это дополнительная потребность в заемных средствах и снижение коэффициента автономии. Далее, такой фактор, как соблюдение нормативных заделов. К примеру, произошло увеличение длительности производственного цикла в связи со сверхнормативными пролежаниями деталей. К чему приведет? К снижению прибыли, к перерасходу по фонду оплаты труда, к замедлению оборачиваемости запасов и оборотных активов в целом. Например, такой фактор, как соблюдение нормативных заделов, может также на что повлиять? На снижение рентабельности активов, увеличение коэффициента текущей ликвидности при снижении абсолютной ликвидности и так далее. Таким образом, повышение эффективности оперативно-производственного планирования обеспечит усиление конкурентоспособности продукции и предприятия в целом и становится инструментом обеспечения роста выручки. Однако, в любом случае, за счет сокращения кредиторской задолженности, улучшатся показатели ликвидности, что приведет к усилению финансового потенциала предприятия. В процессе производства продукции необходимо слаженная работа всех производственных подразделений предприятия и обеспечения эффективного использования всех производственных ресурсов. Достижению этой цели способствует оперативное регулирование производства, которое включает в себя календарное регулирование и диспетчирование. Календарное планирование представляет собой разработку планов графиков производства продукции на определенный период, на основании которых устанавливаются производственные задания. Нормативной базой для составления таких планов графиков являются плановый фонд работы цехов, участков, производительность и норма использования ведущего оборудования, длительность операций и числа обработки, удельные нормы расхода, сырья материалов, численность работников и т.д. Заключительным этапом оперативного регулирования производства является диспетчирование. Диспетчирование – это непрерывный процесс согласования и регулирования планов графиков работы для подразделений предприятий, его назначения в систематическом контроле хода производства на всех участках работы на основе отслеживания выполнения действующих графиков и координация всех взаимосвязанных процессов, а также предупреждение отклонений от плана за счет оперативного регулирования его выполнения. Выделим основные принципы диспетчирования, к которым можно отнести оперативность, плановость, централизация и профилактика диспетчирования. Сами данные принципы, сами названия даже говорят о себе. Более подробно мы на практическом занятии разберем. Итак, диспетчерская служба, она безусловно требует техническое оснащение. Итак, техническое оснащение диспетчерской службы, оно включает коммуникационные устройства для оперативной связи со всеми подразделениями, оно включает устройства для дистанционной передачи различных сводов, графиков, рапортов, диспетчерских распоряжений и так далее, и также средства изображения процессов производства и управления, то есть это монитор, ЭВМ и так далее. Организационная структура диспетчерской службы зависит от размера предприятия, его производственной структуры, режима работы цеков и участков. С целью контроля за исполнением распоряжений диспетчерской службы на предприятиях ведутся журнал и картотека, где отражают распоряжение. Принятые меры и их выполнение в течение суток и по дням на длительный срок для повышения оперативности контроля рабочее место диспетчера должно быть оснащено современными средствами связи. То, о чем мы сказали выше. Далее мы рассмотрим понятие контролинга. Контролинга в данном вопросе. Контролинг – это относительно новое явление в теории и практике современного управления. Оно возникло на стыке экономического анализа, планирования, управленческого учета и менеджмента. В жесткую систему управления проектами вписывается концепция проект контролинга. Контролинг – это функционально обособленное направление экономической работы, связанное с реализацией финансово-экономической и комментирующей функции в менеджменте для принятия оперативных и стратегических управленческих решений. Иногда контролинг ассоциируется со словом контроль, но это отличное и даже противоположное по смыслу понятие. Если контроль направлен в прошлое, на выяснение времени ошибок и просчетов, то контролинг – это управление будущим для обеспечения длительного функционирования предприятия и его структурных единиц. Основная задача проект контролинга заключается в надзоре за ходом реализации проекта, в контроле и информационной поддержке эффективного управления проектом. Современная концепция контролинга включает адаптацию стратегических целей к изменяющимся условиям внешней среды, согласование оперативных планов со стратегическим планом развития организационной системы, координацию и интеграцию оперативных планов по разным бизнес-процессам, создание системы обеспечения менеджеров информации для различных уровней управления в оптимальные промежутки времени, а также адаптацию организационной структуры управления предприятием с целью повышения ее гибкости и способности быстро реагировать на меняющиеся требования внешней среды. Процесс контролинга в сфере инноваций предполагает четыре этапа. Это оценка инновационного проекта, информационную поддержку в ходе планирования инновационного проекта, инновационную поддержку в ходе анализа инновационного проекта и информационную поддержку в ходе контроля за выполнением или за реализацией инновационного проекта. Ученые сходятся во мнении, что в основном контролинг целесообразно применять на стадии стратегического планирования, реализации инновационных проектов для выявления отклонений, определения их причин и разработки альтернативных вариантов управленческих решений по их устранению. Однако, учитывая тот факт, что контролинг применяется при разработке стратегии, определим его место на этапе разработки бизнес-плана проекта. Для того, чтобы проект состоялся, нашел поддержку инвесторов, необходимо особое внимание уделить этапу его разработки. Специалисты службы контролинга не занимаются разработкой плана осуществления инновационного проекта, а только предлагают менеджеру проекта подходящие для этого методики, инструменты и формы для планирования контроля. Контролинг может использоваться как информационная основа при разработке бизнес-планов инновационных проектов. Учитывая ориентацию контролинга на будущее, можно выделить следующие его основные задачи в этом ключе. Продолжение контролинга. К основополагающим показателям при разработке бизнес-планов можно отнести безубыточный объем продаж, материала емкость, трудоемкость, фонда емкость продукции и производства, рентабельность продукции, продаж, производство и всех активов, индекс доходности, срок окупаемости инвестиционных вложений в инновационные проекты, среднюю стоимость денежных поступлений от реализации инноваций за календарный период, денежные потоки и т.д. Таким образом, применение контролинга при составлении реализации бизнес-плана инновационных проектов позволит еще до начала процесса разработки планового документа оценить целесообразность нововведений и предоставить исходные данные. Таким образом, наша лекция завершена. Благодарю вас за внимание.